Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. Когда дом становится смертельной ловушкой, в рабочем поселке мама и маленькие близнецы погибли при пожаре. Учиться бесплатно или со скидкой до 50%. В Североказахстанском государственном университете провели Олимпиаду на гран-директором. Подарок для полноценной жизни и работы. Североказахстанские бизнесмены помогли мужчине, который оказался в инвалидном кресле. Как в регионе борются со взяточничеством и превышением должностных полномочий? В областном филиале партии «Нуратан» прошло заседание общественного совета по противодействию коррупции. О работе отчитались представители трех районов области, а также департамента юстиции. Александр Солмина рассказывает. Серьезное коррупционное нарушение в департаменте юстиции произошло три года назад. За взятку судебный исполнитель поплатился свободой и имуществом. В 2016 и 2017 таких случаев не было. Но в ведомстве пристально следят за работой специалистов, проводят семинары, профилактические беседы и проверки. К примеру, чтобы сотрудники не использовали в личных целях служебные автомобили, на все машины установили GPS-трекеры. Программа отслеживает маршруты и скорость передвижения, время остановки километраж пройденного пути, во время рабочего и вне рабочего времени, а также расходы топлива. Чтобы своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны населения, раз в квартал мы проводим проверку на предметы выявления фотографий и видеофайлов в соцсетях. Помогают снизить коррупционные риски и цифровые технологии. Их все чаще стараются использовать для оказания услуг населению. Работу в департаменте проводят на высоком уровне, говорят члены общественного совета. Но считают, было бы неплохо приглашать на проверки и их. А как борются с этим социальным злом в районах области? Мы проводим все необходимые меры, но факты все же случаются. Причем больше всего их в сфере сельского хозяйства. В прошлом году Аким сельского округа Мурат Надыров, выделенный на сельхозкооператив деньги, незаконно перевел на счет родственника. А вот двое сотрудников отдела сельского хозяйства дважды выделили субсидии одному и тому же аграрию. Нарушений много, отмечают члены общественного совета. В дальнейшем, чтобы предотвратить такие нарушения, какую-то работу с этим отделом сельского хозяйства на уровне района, как вот совет такой, у себя рассматривали. Все нечистые на руку чиновники были наказаны. С остальными специалистами провели беседу, отвечает Айбек Куршат. Также рассказать о том, как выполняют программу противодействия коррупции в их районе, приехали представители Таиншинского и Уалихановского. Получили замечания и рекомендации. Основные недостатки – это как раз мало профилактики на месте, мало работы по разъяснению действующего законодательства. Нет сейчас должного взаимодействия на районных уровнях государственных органов с партией, еще не совсем налажено. И именно усилить эту работу у нас одна из рекомендаций. Выявлять коррупционные риски и контролировать их члены комиссии будут и на местах. В планах в этом году побывать с проверками в шести районах. Александра Салминарус, Тамт Леужанов, новость МТРК. В Североказахстанском государственном университете имени Монаша Козыбаева прошла областная педагогическая олимпиада. 130 школьников со всей области собрались, чтобы побороться за главный приз – гранд-ректора. Благодаря ему победитель сможет обучаться в университете бесплатно. С будущими педагогами встретилась наша съемочная группа. В аудиториях тишина. На столе только ручка и листок с заданием. Областная педагогическая олимпиада в стенах университета проходит впервые. На начальном этапе участники готовили видеоролики на тему «Почему я выбираю профессию педагога». Сегодня их можно было посмотреть на экране. Данная олимпиада проводится по профильным предметам. По каждым предметам отдельно. Это биология, химия, биология, география, физика и математика. Аружанка Ли приехала из Уолихановского района. Говорит, к олимпиаде готовилась серьезно, потому задания показались несложными. В будущем она хочет стать учителем математики. Я хочу учить детей чему-то новому, чтобы им было интересно. Хочу стать для них наставником и примером. Моя старшая сестра – учитель истории. Я решила продолжить семейную династию. Владислав Оверченко для участия в Олимпиаде выбрал направление «География-биология». Задание по первому предмету решил быстро, а вот со вторым пришлось труднее, рассказывает одиннадцатиклассник. О профессии учителя он мечтает с детства. Мне очень нравится профессия учителя, так как это очень тяжелый труд для каждого – дать знания детям, и чтобы дети смогли этими знаниями в дальнейшем воспользоваться. Свои силы в Олимпиаде пробовали больше 130 школьников. Участники, занявшие третье место, получили 25-процентную скидку. Кто стал вторым, будет платить в два раза меньше. А победителям вручили гранд-ректора. Это позволит им обучаться бесплатно. Айгири Мукашева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Страшная трагедия произошла в Петропавловске в ночь с 27 на 28 февраля. В частном жилом доме в рабочем поселке при пожаре погибла семья. Анна Житская побывала на месте трагедии. Этой ночью в доме 177 по улице Украинской произошел пожар. Огонь унес жизни 40-летней женщины и ее двоих детей. Мальчика и девочке 4-х лет. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Около полуночи соседи заметили густой дым, который шел из дома, и вызвали пожарных. До их приезда попытались сами помочь семье, но из-за дыма не смогли даже зайти в комнату. Из-за узкого проезда между домами техника не смогла подобраться к охваченному огнем жилищу. Сразу было принято решение создать звенья газодомозащитной службы и осуществлять поиск детей. В тушении пожара участвовали 4 единицы техники. Для ликвидации пожара подавались два пожарных ствола. В один час семь минут пожар был локализован, и в час двадцать три минуты пожар был ликвидирован. На пути пожарных оказалась еще одна преграда. Окна в доме были заставлены мебелью. У четырехлетних близнецов Адильжана и Мелани и их мамы Апагуль не было шансов на спасение. По словам медиков, после начала задомления люди не могут прожить дольше трех минут. Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. По заключению испытательной лаборатории, причина пожара – короткое замыкание электропроводки в результате разного сопротивления токоведущих частей, то есть медь и алюминий вместе на предпотылочном перекрытии. Развитие пожара поспособствовало и задымление, то, что конструкции дома были деревянные. С начала года в области произошел 121 пожар. Это на 21 больше, чем в прошлом году. Обычно причинами становятся неисправные проводка или электроприборы, забитая сажей дымоходная труба или неправильная эксплуатация печей. Как правило, люди погибают из-за отравления угарным газом. Анна Житская, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Подарок в честь праздника. В Петропавловске 1 марта, в День Благодарности, пенсионеры смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Стоимость проезда в маршрутках и автобусах сейчас 80 тенге, но пожилым людям в первый день весны готовить деньги за проезд по городу не нужно. Достаточно показать кондуктору или водителю пенсионное удостоверение. Эту инициативу городской администрации поддержали перевозчики. В Петропавловске работают 24 маршрута, ежедневно на линию выходит до 300 единиц общественного транспорта. В преддверии самого молодого казахстанского праздника, Дня Благодарности, североказахстанские стражи порядка проводят благотворительные акции. Сотрудники информационно-аналитического центра областного департамента внутренних дел стали донорами. Они пополнили банк крови. А те, кто служит в местной полицейской службе и управлении административной полицией, пришли в гости к воспитанникам Петропавловского детского дома. Для ребят они подготовили угощения и подарки. Я в этом году выпускаюсь и хочу поступить в медколледж, быть медсестрой. К нам сегодня приехали шефы из департамента внутренних дел североказахстанской области. Сладкая сказка, богатырский продукт. Я хочу выразить им огромную благодарность за то, что они на протяжении нескольких лет заботятся о нас. В преддверии Дня Благодарности у представителей депортированных национальностей есть возможность сказать спасибо народу, который помог им в тяжелое время. Айгири Мукашева встретилась с потомками тех, кто выжил на чужой земле и принял ее как свою родину. В руках Нелли Савенковой семейные фотографии. На них ее бабушки и дедушки. В июле 36-го из Житомирской области Украины их выслали в Казахстан. 120 семей высадили в степи, где был только один колодец. Представьте, это как цыганский табор под открытым небом. Хотя люди ехали с надежды. Им сказали, что вы едете всего на три года, там вас ждут цветущие сады, дома. С такой надеждой ехали. 30 лет это совсем молодые были. Моя дедушка с бабушкой, папе было в то время, он был старше в семье, ему 8 годиков было, а маме было 4. Научились делать саман. Из него к осени построили дома. Из Украины привезли скот. Казалось, жизнь начинает налаживаться, но началась война. В 42-м году дедушек Нелли Савенковой забрали в трудовую армию. Один умер от голода в декабре 42-го, другой вернулся спустя 14 лет. Моя бабушка по маминой линии, где-то лет 6 или 7, ушла в трудармию, когда в 43-м году ее призвали, за место своей сестры младшей. Это я считаю даже очень большим подвигом. Потому что та была болезненная, маленькая. Мамина семья, они были вообще очень сплоченные такие. И решили, что бабушка крепко выживет. И действительно она вернулась. И, как говорится, смогла пронести все это через себя, потому что и муж в 42-м умер, и ребенка она потеряла. Родители Нелли Савенковой встретили друг друга в селе Ясная Поляна и поженились. Жили небогато, но дружно. Говорит, на национальности не делились. Все были как одна большая семья и помогали друг другу. Лет мне, наверное, 6-5 было. Вот прибегала домой, и я не знаю, на каком языке я говорила. Мама все время говорила. Шпрейх, дойчо, да русыш. Говори или по-смельски, или по-русски. Я тебя не понимаю, потому что у нас и белорусы были, и украинцы были, и русские были. И чечены были, и ингуши, и у каждого уже свой язык был. И мы между детьми разговаривали на своем языке. Сейчас Нелли Савенковой 64 года. 11 лет она работала заведующей начальной школой в селе Владимировке. Еще 6 лет была ее директором. Говорит, история семьи научила ее быть доброй, толерантной и, главное, благодарной. Айгири Мукашева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. К другим темам. Пандусы и кнопки вызова на вокзале в больницах и школах. Социальные объекты в Петропавловске стараются сделать комфортнее для инвалидов. Но иногда люди с ограниченными возможностями не могут выйти даже из собственного дома. В такой сложной ситуации оказался герой нашего следующего сюжета Шамиль Резванов. Но скоро мужчина сможет вернуться к привычной жизни. Помогли ему в этом бизнесмены. Александр Солмина продолжит. Этот ларек ремонта обуви пустует с позапрошлого года. Владелец Шамиль Резванов не может добраться до своей работы. Чинить сапоги и ботинки мастеру с 30-летним стажем приходится дома. В один день он стал для него не крепостью, а тюрьмой. С возрастом уже ноги начали слабеть, слабеть. Начал на двух костлях ходить. Потом вышел с работы, как-то поскользнулся после дождя. И сломал тазобедренный сустав. Как его по-медицински ложный сустав называется. Но даже с 16-го года, с 4-го октября, это прокурорные коляски. А квартира Шамиля Резванова на втором этаже. Выйти на улицу даже с посторонней помощью он мог очень редко. В основном, когда надо было съездить в больницу. Устав от жизни в заперти, он отправился за помощью в палату предпринимателей. На просьбу откликнулись, и в доме появился вот такой пандус. От порога до самого выхода. Конструкция сборная. Справиться с ним может даже ребенок. Пандус сделан из алюминия. Остальным жильцам механизм не мешает. А для Шамиля Резванова он стал дорогой жизни. Поставили этот пандус, стало намного легче. С помощью одного человека можно уже спокойно спускаться. Сейчас вот должны еще поставить, у меня уже готовые они, должны прийти поставить параллельным перилом поручни, чтобы двумя руками держаться и спускаться самому. Мы огромное спасибо им, кто принимал участие в этом создании, в установке. Помогли руководители товарищества «Лира» и компании «Артстрой». Устройство изготовили за полторы недели и сделали сюрприз к Новому году. Теперь, как только станет тепло, Шамиль Резванов наконец выйдет на работу. Если человек хочет работать, ну почему не помочь? По цене, конечно, это относительно недорого. Порядка 30-40 тысяч вышло где-то. Это без работы, конечно, по материалу. Ну и плюс работа. Но работа, опять-таки, сотрудники, они откликнулись на мою просьбу. Делали тоже безвозмездно. Здесь могут наладить производство таких пандусов, рассчитывают на госзаказ, говорит Ильгам Валишин. Кстати, Шамиль Резванов не единственный бизнесмен с особенными потребностями, которому помогли в палате предпринимателей. От общественного объединения и при поддержке региональной палаты были направлены трое в фонд «Дому». Один начал заниматься изначально в сфере дополнительного заработка. Ему была оказана услуга и инструментом, начальным материалом, чтобы начал человек хотя бы чем-то заниматься. Все это в рамках акции Национальной палаты предпринимателей «Атами Кенэм». Она стартовала в прошлом году во всех регионах страны. Главная задача компании – привить бизнесменам социальную ответственность. Александра Солмина, Желтезбек Ермуканов, Новости МТРК. В Петропавловске прошел концерт для ветеранов Есельского района. В зале те, кто покинул малую родину и переехал жить в областной центр. Такую встречу провели впервые по инициативе областного совета ветеранов. Ольга Файзулина продолжит. 17 января Есельский район отметил 90 лет со дня образования. Это родина героев Советского Союза – Тимофея Позолотина, Желела Кизатова, Искака Ибраева. Юбилейные даты посвятили встречу земляков в Петропавловске. На нее пригласили около ста ветеранов, которые переехали в областной центр. Среди них – Ескендир Нурымов. 42 года он преподавал математику в Николаевской школе. На груди награды за доблестный труд в тылу и успехи в просвещении. В городе Петропавловске живу 10-й год. Но, однако, я всегда скучаю по Николаевке, потому что там полвека я жил. Все труженики, мои учащиеся, всегда встречают меня с радостью. Я часто бываю в Николаевке. Пенсионерам нравятся такие встречи. Здесь они вспоминают прошлое, делятся новостями. В городском доме культуры им показали видеопоздравления Кима района, рассказали о жизни есельцев, подготовили небольшой концерт. Встречу жителей есельского района в Петропавловске провели впервые. Ее организовали по инициативе областного совета ветеранов. Переехав в город, они считают себя забытыми, никому не нужными. Иногда бывают обиды. Поэтому, бессловно, это правильно. Мы не можем охватить сегодня всех ветеранов, которые приехали в город. Их много. И в городе нет таких предприятий, организаций, которые бы взяли их под свое крылышко. И поэтому сегодня мы хотели восполнить вот этот вот пробел. В планах Совета ветеранов провести концерты в Петропавловске для пенсионеров всех районов области. Ольга Файзулина, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Выпуск продолжит короткая реклама. Оставайтесь с нами. Каждый день мы вынуждены приостанавливать свою работу, какой бы она интересной или важной ни была, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но проекты особой важности нельзя остановить. Казградстрой. Особая работа. Особый подход. Приемы детского и взрослого кардиолога. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Самая сладкая ярмарка продолжается в Петропавловске. Лучшие сорта меда со всех уголков России привезли представители челябинской пасеки Калашникова. Ассортимент и обилие полезных свойств этого лакомства удивят любого, в чем лично убедилась моя коллега Ажин Сулута Стемирова. В этом году продавцы пасеки Калашникова уже второй раз приезжают в Петропавловск. Первую партию российского меда раскупили за несколько дней. Было свыше 20 сортов. На этот раз ассортимент пополнился. Привезли с шалфием, с мелиссой, с пумио, померанцевой и другие. Всего около тонны меда. Половины уже нет. В день здесь бывает до 500 человек, говорит продавец-консультант Анастасия Якимова. Кстати, каждому покупателю она поможет подобрать нужный сорт и даст рекомендации по применению. Суточная доза 100 граммов в день. То есть это 2 столовых ложки. Больше организм в сутки не усвоит. Любой сорт меда рекомендуется. Хоть столовый, хоть лечебный. Мед кушать утром натощак. Есть здесь и гипоаллергенные сорта. Белая акация, донник с маточным молоком. Они подойдут для самых маленьких покупателей. Это хорошие иммуномодуляторы. Особенно актуальны сейчас в сезон вирусов и простуд. Их можно употреблять как для профилактики, так и для лечения болезни. Здесь фаворит – мед шалфием. Также он помогает при неврозах и переутомлении. В один ряд с ним можно поставить мед девесила. Мед является противовоспалительным, противомикробным, отхаркивающим средством. Полезен также при болезнях желудка. Также актуален при бронхитах и болезни дыхательных путей. Кстати, само слово «мед» пришло к нам из еврита и дословно переводится как «магические чары». Такое название вполне заслужено. Это самое сладкое противодействие многим недугам. Настоящие ценители меда точно не устоят перед диким. Это самый ценный и редкий сорт. В нем есть все полезные свойства, которые только могут быть у меда. Именно его едят медведи. Достать лакомство личных хищников не так-то просто. Бортникам приходится почти что воровать его из дупла. Потому и такая стоимость – 6,5 тысяч тенге за килограмм. Этот сорт обладает сильнейшим противовоспалительным свойством. Лечит изжогу, укрепляет иммунную систему. Помимо меда, любители сладкого могут побаловать себя и вкуснейшей азовской халвой. Ее выпускают по советскому ГОСТу. Ярмарка будет открыта до 11 марта во Дворце молодежи. Покупателей ждут с 10 утра до 7 вечера. Без перерыва на обед, праздников и выходных. Жан-Сулут Астемирова, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. В Североказахстанской области начал работу клуб ведущих журналистов. В этом помогли представители областной ассамблеи народа Казахстана. Чтобы поделиться опытом, на первое заседание клуба пригласили юнкоров. Подробности в нашем материале. За круглым столом корреспонденты, редакторы местных телеканалов и газет. Рядом те, кому интересна профессия журналиста. У Кристины Фирсовой сегодня сбылась мечта. Она дала интервью. В будущем школьница хочет и сама работать, как говорится, в телевизоре. И уже точно знает, каким должен быть ведущий новостей. Активной, веселой. Когда люди смотрят, чтобы им было все понятно, надо хорошо объяснять. Надо хорошо общаться, чтобы людям было приятно смотреть. Ее одноклассница Евгения тоже будущий работник СМИ. Вот только специфику школьницы для себя выбирают другую – радио. Чтобы твой голос стал узнаваемым, речь, дыхание и артикуляцию нужно развивать уже сейчас. Этому учат в пресс-клубе «Прогресс». Мы сделали рисунки, кем я хочу быть, когда вырасту. Я хотела на радио выступать. И теперь мы с девятым классом через неделю будем вести радиолинейки. Я хочу, чтобы меня всегда узнавали, чтобы мой голос слышали. Совсем юные и ребята постарше. Журналистику они видят делом своей жизни. Хотят быть в курсе событий и рассказывать о них. И даже если с пером и микрофоном после не сложится, полученные знания пригодятся специалистам в любой сфере. Уверена Аклайлег Жаукина. Интерес велик не только потому, что каждый, кто пытается постичь азы журналистики, будет обязательно журналистам, не обязательно. Это расширяет значительно кругозор, это улучшает какие-то коммуникативные способности. Это одна из частей большой профессионально-ориентационной работы, которая проводится у нас в стране. Творческая, интересная и замечательная. Они просто не представляют, как тяжелый труд журналиста. Поэтому пусть пока играют в романтику. Клуб ведущих журналистов области готов помогать юнкорам в их начинаниях, делиться опытом. Каждую встречу будут делать информативной и интересной. Эту посвятили предстоящему празднику – Дню Благодарности. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. И о спорте. 8 марта в Корее стартуют зимние паралимпийские игры. В них примут участие три североказахстанца – Сергей Усольцев, Кайрат Канафин и Александр Герлиц. Бороться за медали они будут в двух дисциплинах – лыжные гонки и пиатлон. Сейчас спортсмены находятся на сборах в Алматы. Их тренируют Иван и Мария Дробязко. Не отстают от профессиональных спортсменов и любителей. В преддверии Дня Благодарности молодежный ресурсный центр организовал лыжные гонки. В них участвовали школьники и студенты. На состязаниях побывала наша съемочная группа. В последний день зимы по инициативе молодежного ресурсного центра в Барках прошли соревнования по лыжным гонкам. В них участвовали больше ста человек. Это школьники и студенты. Девушки бежали первыми. Дистанция у них всего один километр. У юношей вдвое больше. Мы, получается, молодежь за здоровый образ жизни. Такое подобие мероприятия у нас проводятся ежемесячно. Например, в прошлом месяце мы проводили на коньках забег был у нас в дворце спорта. Сегодня мы проводим наше мероприятие на базе лыжной, так сказать. И все это в рамках, конечно же, программы «Рухани Жангару». Николай Чижма лыжными гонками увлекся только этой зимой. Раньше занимался многоборьем. Хорошая физическая подготовка и выносливость быстро принесли результат. Юноша входит в городскую команду по биатлону. В таких соревнованиях участвовал впервые и сразу завоевал золото. Сегодня гонка была легкая достаточно. Два круга это мало. На тренировке я занимаюсь биатлоном. Мы на тренировке занимаемся. Лыжи бегаем по два часа, по два с половиной часа. Молодежно-ресурсный центр пропагандирует здоровый образ жизни. В январе организовали забег на коньках. В этом на лыжах. В марте планируют провести турнир по игре «Тогыс-Кумалак». Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК. На этом наш выпуск завершен. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Прогноз погоды на четверг, 1 марта. Ясно-ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 19, днем минус 17. Редактор субтитров А.Семкин